Привет, мой друг! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Где все люди сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Один похож на перезревший помидор, другой напоминает грушу, третьего называют виноградиной. Ну, а сам Чиполлино? Кто он такой? Это мальчик-луковка. Обыкновенная луковка. Потому-то так его и зовут. Ведь Чиполло по-итальянски значит лук. С мальчуганом Чиполлино приключилось немало интересного. Начать с того, что в один прекрасный день... Я веселый Чиполлино вырастет в Италии, Там, где зреют апельсины и ливаны, маслины, фиги и так далее. Но под синим небоскланом я родился луком, Значит, деду Чиполлино, значит, деду Чиполлино, Прихожусь я внутрь, у отца, детишек, куча, шумная семья. Чиполетто, Чиполуча, Чиполатто, Чиполоча, и последняя. Чиполлино был сыном Чиполоны, и было у него семь братьев. Чиполотто, Чиполетто, Чиполуча, Чиполачо и так далее. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля, Чиполетто, Чиполуча, Чиполатто, Чиполачо, и последняя. Чиполлоны и все его ребятишки жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящика для огородной рассады. Если и случалось богачам попадать в эти места, то они только морщили нос и ворчали, ах, как несет луком, и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды эту бедную окраину собрался посетить правитель принц Лимон. Чиполино! Чиполино, сынок! Где ты? Меня толкают! Я здесь! А где? Его высочество Винц Лимон! Эдива! 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 Не набирайте, братцы! Назад! Назад! Что такое? Что такое? Принц Лимон. Кто такой? Послушай, старик, что ты так кричишь? Я кричал назад. Ах, назад! Тебе может не нравиться, что мои верноподанные жаждут увидеть меня? Ваше высочество, мне кажется, что этот старик опасный мятежник. Ага! Что ж ты молчишь, старик? Отвечай! Ваше высочество, я стар, еле на ногах держусь. А меня толкают! Чиполино! 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 Где ты? Я не вижу тебя! Моя мозоль! Моя мозоль! Этот старый грубьян отдавил мне ногу! Какая дерзость! Оскорбление его высочество! Я же не виноват! Меня толкнули! Проша! Дядь его! Ой, надейте на ручники! Ой, ой! Отец! Что они с тобой делают? В тюрьму! На решатку! Ой, ой! Ну, прощай, прощай! Прощай! Прощай, Теболино! Прощай, одеться! Теперь ты уже большой и можешь сам о себе позаботиться. Знаешь что, Теболино? А? Отправляйся ты бродить по белу свету. Поучись уму, разуму. О, как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить-то их не на что. Не беда, жизнь научит. Прощай, Чиполино! Прощай, отец! На следующий день Чиполино поручил мать и братишек с заботом доброго дяди Чиполлы, которому в жизни везло чуть больше, чем остальным родственникам из луковой семьи, он служил привратником. Сам же Чиполино, завязав свои вещи в узелок и повесив его на палку, отправился в путь дорогу. Все мы выросли на грядках, очень победны. Отдала у нас в заплатках, отдала у нас в заплатках курки и штаны. За высокой оградой зреет апельсин. Ну, а мне оградь не надо, ну, а мне оградь не надо, я не тварь, нет! По всему известно свету локонит семья. Чиполы, 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 да! И, конечно, я! Я живу, но я чипола, огородный лук! Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу. Лук, лук, наук! Но не вверх, бедняги, луку, жить в гнезде родном, Хоть горько была разлука, хоть горько была разлука, Я повинул дом! Я иду туда, где лучше, в дом, не в краю. До свидания, чиполы, 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 да! День, друзья! Пока Чиполы идёт, куда глаза глядят, Мы расскажем о том, Как старый бедный крестьянин, кум Тыква, Построил себе домишко, и что из этого вышло. Нужно вам сказать, что Тыква ещё с детских лет мечтала о том, Как у него будет когда-нибудь собственный домик, И каждый год покупал по кирпичу для будущей постройки. Арифметики он не знал, И время от времени просил соседа-сапожника, Мастера-виноградину, Посчитать ему кирпичи. Так шёл год за годом, Пока не наступил день, Когда кум Тыква почувствовал, Что он уже стар, И не может больше работать. Тогда он снова постучался к своему соседу в виноградине. О, виноградина, Будь так добр, Посчитай мои кирпичи. Можно. Посмотрим. Значит, 6, 7, 42, 9 долой. Словом, теперь у тебя 118 штук. О, 118 штук. А этого хватит на дом? По-моему, нет. А, как же быть? Сам не знаю. Постой, сосед. Ну-ка. Уж не построит ли мне Совсем-совсем Маленький домик? Мне ведь дворца не нужно. Там, где кирпичей не хватит, Я бумагу приспособлю. Ну, это другое дело. Вот разве что бумагу. Тут кум-тыква вздохнул разок-другой. Но, видя, что от вздохов ни одного кирпича не прибавилось, Решил без лишних слов начать постройку. Он работал медленно и осторожно, Боясь, что кирпичи разойдутся слишком быстро. Он клал их один за другим так бережно, Как будто они были стеклянные. Ведь он так хорошо знал все свои кирпичи. Вот этот, это тот самый, Который я принес десять лет назад на Рождество. Я купил его на те деньги, Что скопил на курицу к празднику. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-глубокий вздох. Поглаживал его, словно котенка. Но, когда все кирпичи кончились, У него в запасе осталось еще очень много вздохов. А домик вышел крохотный, точно голубятник. Будь я голубем, Я б там прекрасно устроился. Вижу я, что мне остается только сесть. Так он и сделал. Усялся в середине домика и выглянул в окошечко. Тем временем Чиполино шел, шел, куда глаза глядят, И очутился в этой деревушке, Такой маленькой, что даже название ее не было написано, На первом доме. Господа в блестящих шляпах Наш обходит двор. Видно луковый им запах, Видно луковый им запах через чудостер. А у бедных мы в почете нет на всей земле, Уголка, где не найдете, Уголка, где не найдете, Лука на столе. Я иду туда, где лучше, В дальние края. До свидания, чиполучачи, Валерточи, Валанча, Датья и друзья. Дяденька, здравствуйте, дяденька. Что это вам взрыло в голову сюда забраться? Хотел бы я знать, как вы отсюда вылезете. О, это легко, войти труднее. А это что ж, ваш дом? Да, он, правда, маловат, Но пока нет ветра, здесь неплохо. Скажите, пожалуйста, а вам не узко в плечах? Нет, я строил его как раз по своей мерке. А кто ты такой, паренек? Как тебя зовут? Меня зовут Чипполино. Я сын старого Чипполоне. А, я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом, Но здесь вдвоем не поместится. Ничего, я вот облокочусь, А крышу передохну, малыш. А, осторожней, осторожней. Ты обрушишь мне весь дом. А, ну, тогда я на пенек присяду. Что это? Кто это мчится сюда? Ох, несчастье. Чья это карета? Отчего по всей деревне, Словно перед бурей, Закрывают окна и двери. Смотри, смотри, Даже кошки и собаки Удираются в деку. Ох, это едет Кавалер Помидор. Кто он такой? Это главный правитель, Графинь Мишин. Ох, чтобы мне провалиться Сквозь землю Вместе с моим домиком. Вор, разбойник, мятежник, Ты построил себе роскошный дворец, На земле, которая принадлежит Графиням Вишням. Ты намерен провести Остаток своих дней в безделье, Насмехаясь над двумя почтенными Сеньорами, вдовами И круглыми сиротами. О, злодей, вот я тебе покажу. Ваша милость, сеньор, управитель, Уверяю вас, что у меня есть, Есть разрешение построить здесь домик. Это разрешение дал мне еще сам Граф Вишня. Ха-ха-ха-ха! Граф Вишня умер тридцать лет назад. Земля принадлежит графиням. И сделай такое одолжение, Убирайся отсюда вам! В этом домишке я поселю Сторожевую собаку. Иди сюда, мастино! Ха-ха-ха! Я сеньор помидор, Красен я и пышен, А служу я с давних пор, У помещиц мишен. С каждым днем я расту, Наливаюсь соком, Потому что на посту Нахожусь высоком. Я не лук, не морковь, Мелочь огородная У меня под кожей кровь Очень благородная. Я, сеньор, помидор, С кожею подвластной, И вступать со мною в сбор Овощам опасно Мое почтение, сеньор, помидор. Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю, я студент. Студент, скажите, пожалуйста. Вот еще новости. Что же ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, Ваша милость. Как раз сейчас у меня перед носом один экземпляр. Да. А где он? Ты знаешь, в этой деревне все негодяи. Если ты нашел нового, так покажи мне его. Вот, на Ваше милость, вот зеркальце, Которым я обычно пускаю солнечных зайчиков. Поглядите-ка в него. А ну, дай сюда. Видите? Видите? Физиономию красную, как огонь. Видите? Злые маленькие глаза. Видите? Большой узкий рот, вроде щели у копейки. Видите? Ну, вот. Что, погоди? Это же я сам. Правильно. Ах ты оборванец. Погоди. Я тебе покажу, как насмехаться над главным управителем. Я тебя забылся от тоскали. Ой, 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 ой. Дергайте сильнее. Все. Произошло то, что и должно было случиться. Страшный кавалер Помидор забыл, что волосы у Чаполина луком. Он вдруг почувствовал, что у него ужасно щиплет глаза. От едкого лука у него хлынули слезы. Нужно уезжать отсюда. Эй, кучер, лошадей! А ты, мальчишка, дорого заплатишь мне за эти слезы. Слух о том, что мальчик Чиполино заставил плакать кавалера Помидора, облетел всю деревушку. К мастерской сапожника Виноградины потянули соседи. Мое почтение, мастер Виноградиная! Уехал! 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 Выходи! Смелее! Сосед! Клянусь всей дратвой в мире! Наконец-то нашелся молодец, который заставил плакать кавалера Помидора! Соседи! Синий! Че? Тише, соседи! Что? Что это? Ох! Ох! Проклятый пес проснулся и вылезает из домика! Да-да, высунул язык от жары. Надо что-нибудь придумать. Пойдемте, соседи. Мальчуган сам с ним управится. Чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прям огнем горит. Я умру здесь от жары. Пойду в тень. Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? А, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько. Тяни еще жарче. О, что это? Эй, 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 мальчик, что это у вас в бутылке? Где? А, это вода. Вода? И хорошая вода. А вы мне дадите выпить глоточек. Умираю от жары. Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глоток. Она все равно останется полной. Покорнище благодарю. Пожалуйста, пожалуйста, пейте, пейте на здоровье. Покорнище благодарю. Пейте-ка сюда. Ваш домик свободен. Домик свободен. Ай, спасибо тебе, мальчуган. А куда ты тащишь мастина? Что ты хочешь с ним сделать? Отнесу его сейчас в замок, графинь Вишин. Ой, какой тяжелый. Спи, спи себе. Передает меня привет кавалеру Помидору. Кавалер Помидор этого никогда не прости. Клянусь всей тратвой в мире. Его два раза одурачили. Бедному тыкве не сдобровать. Что-то все и делал. Привет, сеньора. А, мальчуга. Мальчуга, скажи, а где пес? Его получили от меня в подарок графине Вишни. А мы тут толкуем, как быть тыкве. Что ты скажешь, Чиполин? Ведь Помидор ему жить не даст. Очень просто. Надо спрятать домик. Если бы это был дворец, я бы, конечно, этого не посоветовала. Но домик такой маленький, что его ничего не стоит запрятать. Нужно его увезти и поскорее. Я уверен, что он вполне поместится на тележке тряпичника. Послушай, девочка. Девочка. Как тебя зовут? Тридиска. Послушай, девочка, пожалуйста, сбегай к тряпичнику и попроси у него тележку на полчасика. Хорошо. Поднять дом на тележку, а он не развалится. Не беспокойся, ему там будет прекрасно. А куда же мы его спрячем? Очень просто. Я хорошо знаком с кумом Черникой. Он дровосек, живет в лесу. Можно поручить домик ему, а там будет видно. Так сделаем. Ставьте домик на тележку. Осторожней, осторожней. Не сломайте его. Да не беспокойтесь, мой дяденька тыква. Вот, 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 вот. Вот, готово. Это твой домик со тыквой весит не больше, чем птичьи кресла. Поехали! Поехали! Господин помидор! Господин помидор! Что? Что такое? Кто в нем здесь приходит? Ах, это вы, седер, а вот так. В чем дело? Господин помидор! Дом старого тыквы? И, 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 исчез. Что? И они его увезли. Увезли! А ты чего смотрел? Разиня! Простите! Куда они его девали? Не знаю. Не качай! А вот что? Бегите немедленно в город. Вот записка. Пусть принц Лимон пришлется на солдат. Мчись стрелой! Я расправлюсь с этими мятежниками. Да. Удаляйтесь, удаляй. По приказу принца Лимона в самок графинь Вишен был послан целый батальон солдат Лимончиков. Они были вооружены до зубов, а кроме того, каждый нес на плече огромные грабли. Три, четыре, пять, лес прочесать! Лимончики работали день и ночь, прочесывая лес. Их круг постепенно сужался. Повсюду между деревьями мелькали солдатские мундиры. То и дело слышались выстрелы. Что могли сделать наши друзья, безоружные, окруженные многочисленными врагами? Солдаты-лимончики схватили их. А-а-а! Наконец-то! Молодцы, Лимоны! А где же этот мальчишка? Где Чиполино? Он здесь схвачен? Потише, 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 сеньор офицер! Не задирайте свой лимонный нос! А ты, фракислый помидор, еще поплачешь от нашего лука! Тюрьму их! Тюрьму! И вот бедняга Чиполино очутился в каменном мешке. Эй, Чиполино! Чиполино! Ой, кто это меня зовет? Это я. Кто вы? Посмотрите на стенку. Это я, паук-храмонок. Паук? А что вы тут делаете? Ведь мух здесь нет, они не любят сырости. Я здешний почтальон. Я принес тебе весточку от отца. От папы Чиполоны. Ой, какое счастье! Я ведь ничего не знаю о нем с тех пор, как принц Лимон засадил его вот в эту тюрьму. Вот держится молодцом. Только сильно кашляет, бедняжка. Вот тебе записочка от него. Спасибо. Спасибо, милый почтальон. Дорогой сынок, я знаю все твои приключения. Ты поступал правильно, не падай духом. Тот, кто передаст тебе это письмо, надежный друг. Обнимаю тебя. Твой отец Чиполон. Ничего, ничего, Чиполино, ничего. Прочем? Прочем. Прошу вас, сеньор Паук, передайте папе Чиполоне, что я люблю его по-прежнему и не теряю надежды. Обязательно передам Чиполине. Спасибо. Спасибо вам, сеньор Паук. Прощай, Чиполине. Прощай. До свидания. Завтра дня опять приду, Чиполино. До свидания. До свидания. До свидания, сеньор Паук. На следующий день Чиполино принялся писать. Старый крот, меня посадили в тюрьму. Я думал, думал и придумал. Ты можешь нам помочь освободить меня, моего отца и всех остальных. Я знаю, что это трудно, но если ты позовешь себе на помощь сто кротов, и вы сумеете вырыть подземный ход, то мы все удерем из тюрьмы, твой друг Чиполино. Эй, Чиполино! Это я, Паук, дружище, ну, наконец-то. Вот, письмо готово. Вы бы могли протянуть мне руку помощи? Ну, все мои восемь лапок в твоем распоряжении. Вы знаете замок графин Вишен? Знаю. Прекрасно. Отправляйтесь туда, разыщите мальчика по имени Вишенка. Вишенка. Вишенка? Да. И отдайте ему вот это письмо, а он найдет способ передать его старому кроту. Да, но ведь для этого я должен отлучиться от должности. Сеньор, Паук, но ведь это же для общей пользы. Ах, я буду делать это не для собственного удовольствия? Нет, конечно, нет. Ну, тогда, Вишено, я иду. Ой, ну, просто не знаю, как мне вас благодарить. Ведь старый крот освободит всех в тюрьме. Тюрьма опустеет. Да. До свидания, Чаполине. До свидания. До свидания. До свидания, сеньор Паук. И маленький старый паучок, положив письмо в сумку, отправился, прихрамывая, в дорогу. Сеньоры Графини. Да. Все смытьяны пойманы и доставлены в завод. Да, все они, они все понесут заслуженную кару. Все, 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 все. А кто же будет нас поить и кормить еще? В самом деле, сеньора Графини, без них в ваших владениях исчезнет вся еда и питье тоже. Ах, вот что. Ну, в таком случае, знак нашей милости, мы отпускаем все местное население по домам. Пропустите меня. Земляничка. Земляничка. Слушай, сеньора. Что ты стоишь? Кто там? Там какая-то старуха грязная, хокрая. Иди, иди отсюда, бабушка. Графини, клеща мне подойдет. Гони в шею эту старуху. Урочь с дороги. Сеньора Графини, вы не узнаете меня? Я принц Лимон. В самом деле, это принц. Принц, но вы в таком наряде. Что случилось? Худшая сеньора Графини в городе восстанец. Музники выбрались на свободу и взбунтовали всех жителей. На всех перекрестках кричат это ужасное слово. Свобода. Вельможи лимоны. Удирают безоглядно. Я сам еле выбрался из города. Пришлось надеть женскую юбку, рваный глоток и целую ночь, простите, сеньора Графини, отсиживаться. Где? В помойке. О, дей, дей, дей. Какой юб? Вы погибли. Подождите вы, еще не все пропало, сеньора Графини. Неизвестно, как обернуться события. Чтобы никто ничего не подозревал, следует устроить в замке пышный праздник. Престащая идея. И пышный обед. И пышный обед. Разжечь факелы, созвать музыкантов, открыть столы. Но чьи это темные фигуры, неслышно пробираются в парк, окружают замок, подкрадываются к ярко освещенным окнам, занимаются входой и выходой. Это узники, которых освободили отважные кроты. Это жители Луковых окраин, бедняки Лимонного королевства. С ними и солдаты-лимончики. Напрасно надеялся принц на свое лимонное войско. Оно перешло на сторону народа. И в первых рядах восставших наши старые знакомцы. Сапожник Виноградина, музыкант Груша, огородник Лукварей и, конечно, Чиполина, который вырвался из тюрьмы вместе со своим старым отцом. Друзья! Приходит конец этим лимоном с кислой рожей и апельсином с толстой кожей. Довольно они, попугали нами. Смелей простые овощи. Сама! Вперед! 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 Одну старую мелодию. Ну разве тут устоишь? Все опустились в пляс. Вишенка с учтивым поклоном подала руку редисочки. Земляничка прессалась виноградиной. Кум тыкву прессал, крепко держав за усы лукопарея. Даже старый крот не отстал от других. Но первым среди танцующих был, конечно, Чиполина. У одной детишек куча шумная семья. Чиполета, чиполоча, чиполата, чиполоча. И последняя. Чиполета, чиполоча, чиполата, чиполоча. И последняя.